сложный выбор хиюки и главного героя оказывается тихира у нас великий тактик ведь он не просто отдал свою магическую катану сазанами киори намереваясь разыскать его пространственное хранилище а еще продумал свои действия на несколько шагов вперед неужели сильнейшие объединяются дабы противостоять раку дзоичи но насколько бы не было зрелищной предстоящая мясорубка во всем этом есть подводные камни и неприятности с которыми позже придется столкнуться ракухира так что погнали начинать данный разбор но также напоминаю что прочитать свою любимую мангу мангу маньху а вы сможете на rimango.org здорово ребятки и немешники у микрофона зиг а вот ребята которые оставили свой комент под прошлым роликом ну а мы начинаем повествование начинается с аукционного зала раку дзоичи где среди преступных элит нам демонстрируют двух представителей госорганизации коммунаби одному из которых было как-то не по себе от того что представляемым здесь товаром могут быть и люди ей казалось это неправильным ведь подобное вовсе не должно быть допустимо но к большому ее сожалению их задание состоит совсем в другом по словам старшова они здесь для того чтобы выкупить истинный удар да ситуация немного изменилась с появлением на аукционе катаны небеса бездны вот только их задача все еще остается прежней независимо от того что наркот за чем может быть товаром сейчас им следует закрыть на это глаза и думать о высшей цели бы если ему удастся выкупить катану истинный удар они смогут спасти миллионы жизней гражданских и забегу наперед такая дилемма пойти на поводу злодеев или же добиться справедливости поднимется еще не один раз в этой главе перемещаясь в гущу событий нас встречают новоприбывшие противники вернувшие свет в это помещение они также замечают появление хьюки и ожидают что сейчас эти двое начнут сражаться между собой так что им не придется даже вмешиваться для того чтобы убить раку хиро тихи и затем мы лицезрим как обладательница огненной кости стремительно ринулась вперед испепеляет толпы противником на своем пути главный герой тоже не отставал используя силу катаны рассекающего облака мылоеносно прорывался вперед рассекая головорезов пачками в итоге эти двое создали нереальное человеческое месиво в конце своего пути став друг напротив друга однако что раку хиро штухи юки не собирались сражаться а хотели обсудить некоторые вещи после чего благодаря магии тофуку эти двое исчезли с поля боя в другое пространство из флэшбэком нам становится известно что ранее сиба был против того чтобы главный герой вот так вот в лоб врывался на вражескую базу и предлагал ему использовать его магию телепортации и сразу переместиться на нижний уровень раку за и чем но у тех и было другое мнение он читал что они и так столкнуться с противниками около хранилища так что их преждевременное уничтожение немного облегчит обстановку для главного героя больше проблемой было как раз таки появление самой хьюки ведь ее сила была сравнима с магической катана однако раку хиро хотел использовать сложившуюся ситуацию с утратой катаной и месивом головореза в свою пользу дабы попробовать с ней договориться и что вы думаете это сработало обладательница огненной кости и тофуку своими глазами удостоверили что катана рассекающие облака действительно была сломана кагаре было несколько раздражена что какая добавил им хлопот с тем что лишился своей магической катаны и теперь им придется его защищать ведь из-за контракта жизни и смерти никто пока не может использовать небеса бездны но если тихиро убьют контракт будет разрушен и попав плохие руки магическая катана принесет большие проблемы для коммунаби продолжая эту тему раку хиро говорит что он отдал небесобедный главе сазанами для того чтобы разыскать пространственное хранилище их клана так что если кому наби хочет заполучить истинный удар им понадобится его помощь но хьюки отклонила его предложение ведь верхушка уже решила что вы купить магическую катану на аукционе хотя в виде ее здесь гг в это слабо верилось и раз на то пошло тихиро решил надавить на человечность говоря что на аукционе торгуют людьми и в преддверии его начала сюда приходил маленький мальчик сестру которого похитили и собираются продавать что неужели коммунаби лично хочет проспонсировать злодеев и продолжить работу раку за и че дабы заполучить истинный удар а также собирается защитить именно его чтобы седьмая катана не смогла быть никем использована и при этом всем они закроют глаза на торговлю людьми на что хьюки твердо ответила что именно так госорганизация и сделает вот только это было не ее воля а решение коммунаби и на самом деле кагаре была одна из первых кто противился такому решению организации ведь она считала что все жизни важны однако поскольку ракухира продолжал давить на больное утверждая что это совсем неправильно бросать ни в чем невинных людей на произвол судьбы ради достижения высшей цели хьюки все же стала ее в прямом смысле задолбал этот грёбаный выбор с кем сражаться подлая добыча магической катаны спонсированием злодеем и защиту раку за чай сам главный герой своими правильными словами ей порядком под надоел поэтому она плюнет на все это и уничтожить все подряд сам раку за и чей и всех подонков что здесь собрали этом она отпустит пока тихира чтобы он смог добраться к пространственному хранилищу и забрать магические катаны после чего то фоку переместил их в реальный мир где толпа противников снова бросилась на главного героя однако кагаре хьюки с грозным выражением лица заявила что не позволит им и пальцем тронуть главного героя и да ребятки как же я этого ждал сильнейшие тихиро и хьюки чья сила сопоставима силы магической катаны объединяются вот только это перемирие временное и как только ракухира заполучит небесобездный и истинный удар эти двое сойдутся в нереально жестокой битвы дабы определить кому в конечном итоге достанутся магической катаны что ж я очень жду их битвы но разгар согласился на подобные условия значит он уверен своих силах так что будем ожидать следующую главу как у рабочие и также не забывайте что писать свою любимую мангу и не только вы сможете на риманга . орк а на этом ролик подходит концу пишите в комментариях что вам понравилось а что не понравилось и несколько комментариев попадут следующий ролик если тебе понравился ролик тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью а также не забываем про колокольчик ведь последнее время мне всем приходят уведомления всем спасибо за ваш просмотр мирного неба вам над головой и всем пока пока и 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